Снежный десант студенческий поисковый отряд Казанского университета. В 2020 году ему исполнилось 52 года. Основная цель отряда – увековечивание памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. Его бойцы ищут погибших и пропавших без вести солдат и командиров Красной Армии на местах боев, устанавливают их имена, проводят захоронения с отданием почестей. Во второй половине 60-х годов возникло такое патриотическое движение. Оно сначала носило военно-спортивный характер, а потом постепенно начало видоизменяться и уже становилось патриотическим движением с поисковым интересом. То есть это как бы не просто поход по местам боев, но это также изучение истории. Интересы «Снежного десанта» не ограничиваются поисковой и архивной деятельностью. Его бойцы традиционно вместе занимаются спортом, проводят концерты и делятся результатами своих походов с публикой. В советские годы отряд делал это с помощью стен газет. «Снежный десант» у нас после каждого похода выпускал большие стенные газеты, там рассказывался подготовительный период похода очередного, затем сам поход, итоги его, интересные зарисовки. И надо учесть, что у нас много творческих людей было, а в «Снежном десанте» поэтому участвовали многие будущие, ну талантливые, скажем так, журналисты, например, Марина Юткевич. В 2020 году Музей истории КФУ приглашает студентов к расшифровке стен газет «Снежного десанта» 70-80-х годов. Желающие уже сейчас могут присоединиться к работе, заполнив анкету по ссылке. После получения анкет сотрудники музея отправят участникам проекта фрагменты газет по электронной почте. Необходимо будет напечатать и озвучить тексты, содержащиеся в них. Волонтеры будут отмечены дипломами. Камиль Гемоздинов, Универньюз.